Беларусь готовится отражать воздушные атаки, США назвали дату нового наступления Украины, а Трамп знает, что делать с Путиным и Зеленским. В эфире Нехта самые важные и интересные новости к этому часу. Предупреждать Путина никто не собирается. Европа меняет правила игры относительно поддержки Украины. Для Кремля приготовлен сюрприз. Мы не будем раскрывать наши карты. Пусть Путин думает о том, что мы будем делать. Секретный план Трампа по завершению войны в Украине таки существует, однако мир может увидеть его не раньше президентских выборов в США. Что же придумал 45-й президент Соединенных Штатов? Трамп имеет очень мало шансов выиграть, дорогие мои. В Германии уже 20 лет не могут найти того, кто купит виллу нацистского пропагандиста Геббельса, хотя российские пропагандисты еще год назад заявляли, что собственником особняка стал Зеленский. Я предлагаю любому, кто захочет завладеть этим участком, передать его в дар от земли Берлин. Всем привет, друзья! Для нас крайне важна активность и интерес каждого из вас. Спасибо за лайки, комментарии, подписки и репосты. Благодаря этому наше видео в тренде, а вы и сотни тысяч других пользователей всегда в курсе актуальных и важных событий. Именно о них сейчас и расскажем. Кроме того, не забывайте о кнопке «Суперспасибо» под нашим роликом. Начинаем! Путин не должен знать о дальнейших шагах и планах Запада, в частности о том, каким будет решение касательно отправки войск НАТО в Украину. Так считает польский министр иностранных дел Родослав Сикорский. Он также говорит, что российский диктатор сейчас вряд ли решится на войну с Североатлантическим альянсом. Да и положение Путина такое, что ему пора пересмотреть свои планы и признать свои ошибки. «Мы не будем раскрывать наши карты. Пусть Путин думает о том, что мы будем делать. Я считаю, это справедливо ставит его в ситуацию неопределенности относительно дальнейших шагов Запада. Я не думаю, что Путин был бы достаточно безрассуден, чтобы напасть на страны-члены НАТО. Однако стоит отметить, что он был достаточно безрассуден, когда решил напасть на Украину. Я думаю, что ему следует признать свое вторжение ошибкой и пересмотреть планы, учитывая то, что мы будем помогать Украине столько, сколько необходимо». Ранее в Минобороны Польши звучали заявления о том, что Варшава не отправит даже своих инструкторов на территорию Украины, чтобы обучать ВСУ. И я напомню, Зеленский еще в марте говорил, что солдаты НАТО не должны воевать и погибать на украинском фронте, но при этом он был бы не против, если бы технический персонал и инструкторы стран Альянса присутствовали в Украине. Опять же, лишь для обучения украинских военных. Детальный план Трампа, как остановить войну России против Украины, вновь обсуждается в западной прессе. Источники The Telegraph сообщают, что такой план уже якобы действительно существует, он разработан, однако не будет обнародован до выборов в США. Источник издания сообщает, что если этот документ будет опубликован раньше времени, то утратит все рычаги влияния. Напомню, что месяц назад Вашингтон-Пост также писали о секретном плане Трампа, согласно которому 45-й президент США в случае своей победы на выборах может оказать давление на Украину и сделать так, чтобы Донбасс и Крым стали подарком Путину. Напомню, в Украине неоднократно приглашали Трампа приехать в Киев. Кроме того, в Украинском министерстве иностранных дел заявляли, что если Трамп станет президентом, то вряд ли США изменят свои взгляды относительно поддержки Украины. К тому же напоминали, что именно Трамп в свое время был первым, кто направил Киеву, первое американское оружие. Трамп имеет очень мало шансов выиграть, дорогие мои, 5 ноября. Несмотря на то, что он сокрушающе опережает всех своих оппонентов внутри республиканской партии, набирая 75 и более процентов. И тем не менее в национальном масштабе он превалирует над Байдером всего лишь от 3 до 5 процентов. Это мизер. Это на грани ошибки. Вы понимаете, да? Поэтому не может быть таковой уверенности в том, что вот Трамп сегодня хоть от 3 до 5 процентов побеждает, он может выиграть 5 ноября. Нет, в этом гарантии нет. Тем более борьба идет за голоса в так называемых, знаете, неопределившихся штатах, колеблющихся штатах. Суинг-стейтс у нас называют их. Это штаты, где, знаете, в любой момент число голосов может измениться как в пользу Байдена, так и в пользу Трампа. У Украины тем временем есть свой мирный план. Глобальный саммит мира, в основе которого лежит формула мира Зеленского, пройдет уже в июне в Швейцарии. На это мероприятие приглашены представители более 160 стран. В Киеве говорили, что важным и ключевым гостем на этом саммите должен стать Китай. Кстати, с 5 по 10 мая начинается первый визит Си Цзиньпиня в Европу за последние 5 лет. В планах китайского лидера посетить Венгрию, Сербию и Францию, где Макрон собирается основательно говорить с товарищем Си о войне в Украине и действиях Путина. Я думаю, что переговоры в Париже во многом определят позицию Китая по поводу мирного регулирования в Украине. И довольно показательно будет то, что именно в эти дни в Москве будет проходить комплекс мероприятий седьмого иннаугурации, восьмого Совет Еврозес, девятого, вероятно, парад. Если в это время Си Цзиньпинь будет пролетать над Москвой, но не посетить мероприятие, это тоже будет сигнал к тому, что Китай желал бы изменения курса Российской Федерации в отношении ведения войны в Украине. В Белом доме вновь заговорили о новом контрнаступлении Украины. Оно возможно в следующем году и при условии дальнейшей военной поддержки США. Об этом говорит советник Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан. Согласно его прогнозам, в 2024 году у ВСУ есть возможность держать оборону и сдерживать российское наступление. Тем не менее, в Белом доме заявляют, что в ближайшее время Россия продолжит продвигаться на фронте, так как мгновенно изменить ситуацию на поле боя нажатием выключателя невозможно, считает Салливан. В то же время аналитики военного портала Дипстейт сообщают, что россияне оккупировали Архангельское, это село Севернее Очеретино в Донецкой области. Также идут бои за Красногоровку. И в первую главную очередь стоит обратить внимание вот на тот участок, где Россия осуществила прорыв в районе Очеретино. Последствия его до сих пор не исчерпаны, что называется, этого прорыва. У России есть здесь потенциал дальнейшего продвижения. И очень многое зависит от гонки резервов. Какая сторона сможет их более эффективно использовать, смогут ли украинцы, благодаря введению резервов, использованию, в том числе и получаемых сегодня Соединенных Штатов боеприпасов, стабилизировать положение. Либо этого не произойдет, и Россия продолжит прогрессировать еще какое-то время. Германии готовы бесплатно отдать виллу нацистского пропагандиста Йозефа Геббельса. Его последователи, российские пропагандисты современности, уже успели создать десятки фейков о том, что этот невероятных размеров особняк еще в прошлом году купил украинский президент Владимир Зеленский. И сделал это якобы через офшорные компании. Эту дезинформацию уже неоднократно все опровергли. И на самом деле уже многие годы Берлин не может продать весь этот комплекс, принадлежавший раньше министру пропаганды. Местная пресса сообщает, что здание не эксплуатируется с начала 2000-х. Тем не менее, властям приходится выделять более сотни тысяч евро в год на ее обслуживание. А реконструкция, которой, судя по всему, немцы заниматься не хотят, может обойтись в несколько миллионов. Я предлагаю любому, кто захочет завладеть этим участком, передать его в дар от земли Берлин. Если мы снова потерпим неудачу, как это было в последние десятилетия, у Берлина не будет другого выхода, кроме как осуществить снос, к которому мы уже подготовились. В Европейском Союзе заявляют о росте крайне правого экстремизма и угрозе демократии. Такие заявления прозвучали после того, как в Дрездене напали на члена социал-демократической партии Германии Матиаса Экке. Известно, что это произошло, когда он расклеивал предвыборные плакаты в Дрездене. Сейчас Экке в больнице. Немецкая пресса пишет о том, что у него серьезные травмы. В нападающих было четверо, они избили Экке, который является еще и депутатом Европарламента. В полиции Германии считают, что нападающие, возможно, причастны и к избиению активиста другой немецкой партии. Такие события угрожают демократии. И поэтому пожимать плечами – это не выход. Мы должны бороться с этим вместе. Мы не примем этого. И мы, порядочные и разумные люди, являемся большинством в нашем обществе. В Европейском парламенте не может быть коалиции с ультраправыми партиями. Ни в коем виде и ни в коем случае. В Беларуси признали, что массированные дроновые атаки по территории России являются головной болью для российской ПВО. Об этом проговорился полковник ведомства Хренина. Он также повторяет лукашенковские тезисы о том, что Минск готовится к нападению, в том числе с воздуха. Якобы из-за этого уже в скором времени в Беларуси появятся новые системы ПВО, а те, что есть, находятся в постоянной готовности. Но кто собирается направлять РОИ БПЛА на Беларусь, Северинчик не говорит. Развернута серьезная система архитектурной борьбы по периметру Республики Беларусь, а также вблизи критически важных объектов, которые обеспечат прикрытие от возможных полетов, либо действий данных типов воздушных целей. Ну а поражение непосредственно, которое обеспечивают наши зенитаракетные войска в комплексе, в взаимодействии с войсковой ПВО обеспечивают их гарантированное поражение при необходимости. Друзья, спасибо вам за поддержку, вы наша опора. И напомню, что ваше участие и ваша помощь помогает нам делать работу и видеться с вами каждый день. Постоянных донаторов и их комментарии вы видите сейчас на экране, и мы благодарны за эту поддержку. Если же вы хотите присоединиться к их числу, нажимайте на кнопку «Спасибо» под нашим роликом или становитесь постоянным спонсором канала. Ну а мы с командой продолжаем следить за самыми важными новостями. Сами оперативную информацию от НЕКТО ищите, как всегда, в Телеграм-каналах или на платформе ИКС. Спасибо за доверие и то, что остаетесь с нами. До новых встреч и хороших вам новостей! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова